Пожарная часть В области стартовала ежегодная республиканская акция «Герои нашего времени». В ходе этой акции были приглашены со всего Казахстана представители полиции, спасателей, пожарных, те, кто совершил в мирное время какие-либо героические поступки. В ходе вот этих нескольких дней с 11 по 15 ноября будут проводиться различные мероприятия. Это круглые столы. В любом случае нашим гостям покажут достопримечательности нашего города, как работают их коллеги и так далее. Поэтому вот у нас в студии как раз таки двое представителей городов Казахстана, которые совершили героические поступки и в принципе могут поделиться своим опытом, наверное, опытом героев с нашими телезрителями. Итак, наверное, начнем с Голымбека. Более подробно расскажите, пожалуйста, об этом случае, о том случае, когда вы совершили этот поступок. Еще раз добрый день. Это все происходило 9 июня, июля, то есть около часа дня. Получается, я от дежурного к дежурной смене. Как бы находясь на выходном беде, все равно несен в службу. И вот услышал крики о помощи, то, что люди тонут. Он незамедлительно побежал в воду вытаскивать. А как все это произошло, даже сам не знаю, так все быстро это произошло. В общем, благо обошлось. А кто-то, ну, кого вы спросили? Тонули три девушки. Получается, одной из семей, это три сестры было. Как бы они купались на берегу, все это, да. Ну, там течение сильное. Видать, они сами не заметили, как ушли на глубину. И их утащило. Вот, я услышал крики о помощи, побежал, незамедлительно вытаскивать. Потом, вытащив их, они все были в сознании, то есть никому не приходилось оказывать первую помощь? Все в сознании были, да, как бы, да. Обошлось. Ну, воды нахлебались. Да? Да. Первые, первые вот эти мгновения после того, как вы их вынесли на берег, благодарность, страх, что, что, как они отреагировали на это? Ну, первые минуты, какой-то шок был. Немножко поплакали они, это я хорошо помню. Все, потом, как бы, в чувство пришли. Ну, поблагодарили, конечно, да, их домой провел. Сказал, как бы, чтобы больше так не поступали, не заходили глубоко в воду. В дальнейшем какова реакция вашего руководства была? Ну, руководство поощрило, медалью наградили, грамотами, да. Вот, наверное, историю давайте Александра услышим, а потом уже какие-то, может быть, обобщающие вопросы я буду задавать. Александр, расскажите о вашем случае. Здравствуйте. Произошел вызов, тревога прозвучала у нас в нашей части. Информацию получили, горит дом трехэтажный по адресу Резника 7. Прибыли по месту, видим сильное задымление, люди стоят на балконе, просят помощи. У нас приехало два отделения. Первое отделение во главе с начальником караула поднялось по личному маршу. Специальные отдели аппараты, которые непригодны для дыхания среди, в них дышат. С помощью специальных устройств, колпаки такие, эвакуировали с верхних этажей трех человек вот с этой квартиры. Там, которые люди были пострадавшие, они услышали, когда шум открыли квартиру и не закрыли, и дым сильно стал поступать в квартиру, и они стали задыхаться. По сути, сами себя... Да, можно так сказать, ну, такого вот страха. И вот, ихние дети были на балконе. Я во главе второго отделения был. Выставили трехколенную лестницу, поднялись, детей спустили по трехколенной лестнице. Не могли, они сами, ну, выйти. Так вот, в подъезде было сильное задымление, горела парадная дверь, коробка двери. И пожар, как бы он не сильный был, но было сильное задымление, и весь дым пошел прямо именно в подъезд. Как бы люди не могли сами покинуть подъезд. Была опасность того, что дети могли угореть? Конечно, была опасность. Она всегда есть, дыму некуда деваться, он распространяется, заполняет все помещения. Приехали вовремя, как бы, говорится, спасли. Дальнейшее, как развивались дальнейшие события, какова была реакция спасенных, какова была реакция вашего руководства? Ну, в этом случае всегда шоковое состояние. Благодарность – это самое приятное, когда слышать от пострадавших благодарность. Слова благодарности – это лучшая награда, как говорится. Приятно. Все, сделали свою работу, ликвидировали полностью, в рабочем порядке вернулись в часть. Хорошо, спасибо большое. Вот в продолжении этой темы хотелось бы как-то обобщить ваши случаи, потому что на самом деле героизм – это парадокс. То есть человек, как существо-животное, представитель животного мира, в первую очередь руководствуется в критических ситуациях инстинктами. То есть инстинктом, в первую очередь, самосохранение, сохранение своей жизни. Героизм – это парадокс в том случае, что это диаметрально противоположное чувство, когда человек не задумывается как раз-таки о собственной жизни. Отключается. Для того, чтобы, да, для того, чтобы спасти другие. Вот у меня к вам такой вопрос. На самом деле, да, героические поступки чаще всего совершают люди подготовленные. То есть это представители полиции, это представители ДЧС, да, то есть спасатели, пожарные, те люди, которые с опасностью сталкиваются чаще всего. Как это можно назвать героизм в таком случае? Это ослабление у вас ваших инстинктов, да, самосохранения из-за того, что вы постоянно с этой опасностью сталкиваетесь? Или же это что-то большее, чем просто привычка рисковать своей жизнью для того, чтобы, не знаю, кого-то спасти? Ну вот, в нашей профессии это твоя работа. Ты туда идешь осознанно и знаешь, что твое мужество, оно должно пригодиться. И ты на момент забываешь о себе, чтобы кому-то сделать, ну, помощь, спасти, чью-то жизнь. Ну, это героизм, не героизм, это пусть, как бы, думают, об этом судят народ, наши люди, которые нас окружают, в которых мы живем. А для нас это наша работа, наш профессионализм. Ну, вот видите, то есть, по сути, для вас, да, героизм, это, ну, не сказать, что это обыденное, но можно сказать, что это входит в ваши функции, в ваши обязанности. Да, это работа, я знал, куда я иду, для чего иду. А вот полицейские, вот, у вас в основном, ну, ваша же сфера деятельности, это правопорядок. Да, экран общественного порядка. В первые секунды, когда вы услышали крики о помощи, как-то о чем-то задумывались? Задумывались о том, что когда вы увидели тонущих людей, что это ведь не просто спасти трех человек, и можно самому пострадать? Ну, если честно, в тот момент только одно было, лишь бы успеть добежать до них. Потому что расстояние было приличное. Это у вас вырабатывалось? Вот, вы бы, вот, например, вот, если представить, в любом случае вы же об этой ситуации не раз думали о том, что произошло, о том, как вы спасли людей. Вы бы, например, если бы, вы бы до службы в полиции произошла бы подобная ситуация, вы бы прыгнули туда, в эту воду? Или же, вот, на основе, вот, тех, так сказать, обязанностей, которые вложили в вас, тех, того опыта, вы, так сказать, без размышлений прыгнули спасать девушек? Если бы, да, служил бы в полиции или не служил бы, если человек нуждается в помощи, надо, как бы, оказать ему, я бы не задумался, побежал бы так же. То есть для вас это, по сути, это просто, это веление сердца, да, героизм? Это не следствие ваших функциональных обязанностей, не следствие той работы, которой вы посвятили свою жизнь? Это то, что находится внутри человека, то есть должно быть или всегда, но или никогда, да, получается? Мне кажется, у каждого человека, вот, если ты мужчина, надо даже себе взять, но, мне кажется, каждый так поступил на моем месте, по-живому. Александр, тоже не задумываясь, то, что наша работа такая, как бы, это, да, это все сопутствует, но, если бы даже мы не служили, мы, мне кажется, не раздумываясь, побежали бы помогать. Наверное, героизм, он должен быть просто в сердце каждого мужчины, я так думаю. Должен. Вне зависимости от того, где он служит. Спасибо большое, хотелось бы отметить, что в нашей студии был старший инспектор дежурной части отдела полиции Павлодарской области, Голымбек Жумабаев, а также командир отделения пожарной части номер 10 города Караганды, Александр Минаев. Спасибо вам большое. Это была программа «Из первых рук» и ведущий Антон Пережогин. До встречи. Генеральный партнер программы ТО «КТП». ТО «КТП». Генеральный партнер программы ТО «КТП» Генеральный партнер программы ТО «КТП». Субтитры создавал DimaTorzok